Мы сидим три дня. Это эта улица сидит? Вот, Косыма-Манжолова. Вперед не было дня три, наверное. Вперед до этого еще не было. Отсутствие питьевой воды в знойную шимкенскую жару стало для жителей 112-го квартала настоящим испытанием. В результате порыва водопровода жители улицы Аманжолова, Казиева и проезда Сардаринского вынуждены сидеть без живительной влаги вот уже девятые сутки. Виноником всех своих бед горожане считает Туо Нуртанстрой, который проводит работы по строительству детской библиотеки. Дорогу нам сделали, недавно только делали, год назад может быть. Вот теперь эту дорогу все прорыли, вот мы теперь... Никто не может ни заехать, ни выехать, да? Воды нету. Первый раз они там трубу порвали. После этой трубы у нас резко вот вода, да? Исчезла. Теперь они сказали, что все сделали. Вроде бы чуть-чуть грязная вода пошла, они сказали, что скоро очистится. Здесь они опять порвали. Сказали, все, залатали. Нету воды, все, после этого нету воды. Мне 85, деду моему 90, мы труженики тыла. Голод, холод прожили, а воды нету. Как уверяют горожане, многочисленные звонки ФТО, водные ресурсы маркетинг положительного результата не дали. Коммунальщики ссылаются на подрядную организацию. Виновник порыва должен восстановить водопровод собственными силами и ресурсами. Однако, строители, похоже, не торопятся ремонтируют водную магистраль. Горожанам ничего не остаётся, как устраивать с подрядчика словесные баталии. Вы нам обещали отремонтировать до утра. Уже девятое утро наступило. Где вода? Отвечайте нам. Только вот вода от скандалов не появится. Отвечать на вопросы жителей, а тем более представители СМИ и строители напрочь отказались, ссылаясь на то, что работы не в проворот. Правда, на момент выхода материала стало известно, что вода всё же появилась в кранах жителей улицы. Её пришлось ждать 10 дней. Бахром Амдулайфа, Монтайя Ольбек, Ербол Махашев, информационная служба телекомпании «Отрар».